Бешумный карабин Второй мировой войны. Одной из самых успешных разработок в области бесшумного оружия во Второй мировой стало детище Уильяма Готфрея Долизла. Его Долизл команда карабин стал первым серийным в своем роде. При этом создатель официально не был сотрудником какого-либо конструкторского оружейного бюро, а работал инженером в Министерстве авиации Англии. Первый образец был создан им в 1942 году под маломощный патрон 5,6 мм. Долизл даже испытал его стрельбой по кроликам, после чего представил военным, а именно сэру Кэмпбеллу. Вместе они также провели небольшой эксперимент прямо посреди Лондона. Забрались на крышу здания и стреляли по темзе, после чего расспрашивали местных, не слышали ли они звуков стрельбы, на что те отвечали отрицательно. По просьбе военных инженер обратился к патрону 9 на 19 мм. Однако серийный образец в итоге получил калибр 45 ACP. Вероятно, связано это было с тем, что этот боеприпас обладает высоким останавливающим действием и низкой начальной скоростью, что важно при использовании глушителя. Основные части карабина были позаимствованы у уже существующего оружия. Так, например, ударно-спусковой механизм и затвор достались ему от винтовки Ли Энфилд, соответственно перезаряжался он вручную, а ствол от Томпсона. А вот магазин был унаследован от Кольта М-1911. Его даже пытались модифицировать и увеличить вместимость до 11 патронов, стандартный вмещал всего 7, но затем от этой идеи отказались. Глушитель имел кожух из алюминиевого сплава с нанесенными на него открытыми прицельными приспособлениями, рассчитанными на ведение огня до 250 метров. Объемный глушитель имел внутри камеры, перегородки которых были изготовлены из меди, повышая тем самым продолжительность жизни изделия. Выстрел действительно неплохо гасится таким приспособлением. Звука было больше, пожалуй, от ударно-спускового механизма и затвора. С левой стороны имелся предохранитель. Зарядив и поставив оружие на защелку, при необходимости достаточно было снять ее и руками взвести курок. Для десантников был изготовлен свой вариант с рукоятью и складным прикладом. Первая партия оружия была изготовлена компанией Форт Дегганхем в количестве 17 штук, доставшиеся британскому спецназу. Сам Делизл при этом был освобожден от работы в своем министерстве и полноценно занялся проектом. В 1944 году должна была быть изготовлена партия в 500 штук, 450 с деревянным прикладом и 50 с металлическим складным, компанией Sterling Armsments. Но в конечном итоге выпущено было менее трети требуемых карабинов. Плюсы этого оружия были очевидны. Бесшумность сочеталась в нем с хорошей для пистолетного патрона дальностью и довольно неплохой точностью. Все детали могли заимствоваться от другого оружия, что упрощало производство и взаимозаменяемость. К тому же сам глушитель, как уже было отмечено, имел металлические каморы. По этой причине он имел больше запас выстрелов до прихода в негодность, чем другие образцы того времени. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.